Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя помощница Даша. Привет! Привет, Даша! Ну что ж, будем вновь проводить эксперименты и химичить. Итак, что я для вас сегодня подготовил? Мы уже с вами много чего сделали, много увидели различных экспериментов с сухим льдом, с различными реагентами, но мы не делали огромный научный шар. Приготовим? Давай. Давай. Итак, выливай теплую воду в нашу посуду. Отлично. Берем небольшое количество пищевого красителя и для красоты добавляем в нашу посуду. Берем ручку и размешиваем. Получаем красивый синий цвет. Теперь возьмем обычный стаканчик и в него тоже наберем воды, этой же воды. Так, Даш, теперь я тебе даю секретный реагент, жидкое мыло. Держи. И выливай определенное количество, но на этот раз уже не в эту посуду, а в стаканчик. Давай, я скажу, когда хватит. Так, еще, еще, не жалей. Есть, хватит. Давай, отлично. Теперь держи ложку и размешай. Нам необходим мыльный раствор. Есть, давай. Отлично. Ребята, теперь нам потребуется обычный белый шнурок. И опустим его в наш стаканчик. Опускаем. Нам необходимо, чтобы наш шнурок пропитался мыльным раствором, чтобы он тоже стал мыльным. И так, по-моему, достаточно. После этого я намочу пальцы и проведу по краюшку нашей посуды так, чтобы она тоже стала мыльная. Даш, а ты одевай перчатки. Держи. На левую и на правую ручку. Так, по-моему, здесь у меня достаточно. Ну что же. Теперь мы берем сухой лед. Держи. И совсем маленькую жменьку мы засыпаем прямо в нашу посуду. Давай, чуть-чуть. Так. Можно даже чуть-чуть меньше. Вот, вот, вот. Давай. Есть. А давай-ка еще две штучки. Две льдинки положи. Давай. Давай. Так. Мне кажется, что еще необходимо. Здесь очень главное подобрать нужное количество реагента. Ребята, наконец-то к нам на помощь приходит наш шнурок, пропитанный мыльным раствором. Я его достаю и провожу по краям нашей посуды так, чтобы он касался и образовывал мыльную пленку. Есть, друзья. Посмотрите, что происходит. Мыльная пленка получилась. Сухой лед выделяет углекислый газ и появляется вот такая вот белая красивая полусфера. Ну что, круто? Да, крутой шарик. Крутой шарик. Совершенно верно. Наша полусфера совсем скоро превратится в шар. В научный гигантский шар, как я его называю. Как ты думаешь, взлетит или не взлетит? Думаю, он взлетит. Взлетит. На самом деле, я бы тоже хотел, чтобы он взлетел, но этого не произойдет. Наш шар совсем скоро лопнет. Когда давление внутри нашего пузыря будет слишком велико, мыльный пузырь не выдержит и лопнет. Итак, давай посмотрим. Либо наш пузырь лопнет, наш гигантский шар, либо сухой лед перестанет выделять углекислый газ и он останется таким. Слышишь? Перестало бурлеть. Это означает, что сухой лед перестал выделять углекислый газ и наш шар остановился. Ну что, предлагаю его лопнуть. Давай? Давай. Вместе. На счет три. Один, два, три. Круто. Друзья, с вами был профессор Антошка и моя помощница Даша. Всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!